Что посмотреть в Грузии? Мадлоба. Переходите в каталог Мадлоба, по ссылочке ниже. Там, смотрите, сто достопримечательностей Грузии. Открываете такой виртуальный каталог мест, потом сто исторических достопримечательностей, сто музеев Грузии, сто мест, которые вам надо посетить Грузию. И вот уже четыреста. Мы сейчас еще собираем сто крепостей, если соберем там, да, то есть крепости там в Грузии, которые есть, какие-то места, памятники, то есть это такие места, чтобы вы сами сначала понимали, выбирали. Там фотографии, там видео, там отзывы. То есть Грузия, это не так, что есть какие-то туристические тропы, это места. Грузия, это сама по себе страна, где посмотреть есть что. В Грузию, если вы приезжаете на две недели и думаете посмотреть, охватить все, я бы рекомендовал вам не метаться по регионам, а взять просто один, там, Кахетию, либо Сванетию, либо Тбилиси, либо Батуми, там, Аджарию, там, да, и вам две недели только на Аджарию. Где Батуми? То есть Батуми и километров тридцать от Батуми по радиусу, и у вас будет горы впечатлений. Причем самая большая ошибка, это та ошибка, когда вы пытаетесь, допустим, в один день впихнуть два места. То есть это вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, и ничего от этого не получится. То есть я видел туристов, которые говорили, ну, у нас до обеда ботанический сад, а после обеда, там, допустим, Батумский бульвар. Чуваки, чуваки, какой до обеда ботанический сад? Ботанический сад, то есть вы, ваш план, ваш маршрут звучит примерно так. То есть вы заезжаете в Аграхаб, берете в Аграхабе еды, он открывается с девяти часа утра. Потом едете в Батумский ботанический сад на такси за восемь лари с Батуми. Не надо ничего там, ни машины арендовать, ничего. Приехали. Или на автобусе, прямой автобус с Батуми едет туда, это стоит там пятьдесят или тридцать тетри, билетик. А маршрутка стоит пятьдесят тетри. То есть, чтобы понимали, шесть человек на маршрутке за один доллар. Вот такая стоимость, да? Или десять человек, на автобусе за один доллар. Вы доедете от Батуми до ботанического сада. И там целый день, целый день кайфа, целый день видов, просторов, не галопом по Европам. Не надо бежать, надо наслаждаться, надо кайфовать. И вот такой план у вас должен быть на каждое место. Когда вы приезжаете и пытаетесь, ну посмотрели, вы не кайфанули. Вы не получили тех эмоций, которые могли бы получить. А зачем вы ехали? Батумская там аллея десять километров. Неспешным шагом в развалочку три часа. Три часа прогулки туда, там перекусили и обратно. И у вас будет очень полное впечатление от красот. Вы пройдете все Батуми, по аллее, вдоль набережной, вдоль моря, вдоль красивых пальм, растений, парков, садов, там вот этого всего целый день. Целый день кайфа, отдыха, веселья и наслаждения, эмоций. То же самое, если вы приезжаете куда-то там в какую-нибудь крепость, там на рекалу. Ну не надо бежать. Вы для чего приезжаете, чтобы поставить галочку «я здесь был» и для того, чтобы приехать туда, поесть, сфотографироваться, послушать историю, почитать историю, прикоснуться к этой истории, да, там как бы походить не спеша, это все посмотреть. Почему? Потому что многие, вот и я в том числе, вы начинаете делать ошибки, прибегая, приезжая галопом. Вы похожи на русо туристов, облика морали, да, которые приезжают, такие там типа вот, посмотри, там типа, мы были, мы видели. Ну и что вы видели? Вы же едете, вы можете с таким упорством посмотреть там по телевизору, надо прикоснуться, пожить, изучить, понять, да, посмотреть, вот все, что там, да, чтобы вы осознали глубину вот этого великолепия, а не так, чтобы просто пришли. Потому что Грузия, это вот не на две недели, это не на месяц, это много, но лучше не утомлять себя, потому что меня удивляют, меня удивляют люди, которые говорят, вот я читал в Фейсбуке вопрос, который говорит, мы хотим приехать там, поехать из Тбилиси, там куда-то, там туда-сюда, там четыре часа на машине и хотим вернуться назад. То есть люди хотят за один день провести восемь часов в машине. Я знаю, что это такое, вы будете очень усталые, вам не будет ни до красот, ни широт и остановки в машине еще там будет, как бы там, перекусить, пописать, по это, до десять часов. Что вам мешает доехать до места, там остановиться, там переночевать и обратно поехать уже там другим маршрутом, либо в другое место. Что вам мешает? Где экономия? Я понимаю, что многие типы экономия, мы же оплатили там жилье, зачем нам два жилья покупать? Отдыхайте, живите, получайте эмоции, потому что Грузия, это то место, нельзя здесь ответить, там, вот вам могут гиды сказать, надо смотреть вот это, вот это, вот это, вот это. Не надо. Сколько людей, вот столько и решений. То есть сначала перейдите в каталог Мадлоба, выберите те места, которые вам интересны и потом путешествуйте с гидом или без, но путешествуйте, живите. Тут маршрутки по Грузии ходят в любое место, буквально в любое место, можно добраться на маршрутке, да, тут вполне себе недорогие цены, можно договориться, чтобы вас завезли в одну точку, либо на такси доехать, тоже здесь очень недорого. Относительно Москвы, Минска, Киева, здесь такси дешевое. Но просто поймите, что, что посмотреть в Грузии, да все. Вот вы будете ехать, вы не ошибетесь, либо будете каждые пять километров останавливаться и будет какой-то достопримечательность, историческое там место, либо какой-нибудь красивый вид, где просто будете кайфовать. Вот мы очень часто едем и думаем, класс, остановитесь, остановились и посмотрели. То подвесной мост, то какие-то коровки, то молодой там грузинский шашлык какой-то ползает. И вот это вот все, оно классно, классно все работает и классно все работает на эмоции. Поэтому, что посмотреть Грузию, смотрите Грузию, смотрите Грузию и получайте эмоции. Мадлоба.